И у нас подошли первые гости, это у нас Иван Лукич Волков и его члены поэтического объединения, элита. Вчера буквально у них был праздник Новый год, а еще у них произошло недавно такое событие, что вот вышла книга «Зови меня Илья», автор которой Иван Лукич Волков. Расскажите, пожалуйста, что это за книга, какие в ней рассказы? Книга называется «Зови меня Илья». «Илья» – это по-арабски, а по-русски это «Илья». Дело в том, что вот это восьмая книга, да, и я писал серьезные такие объемные книги, а здесь решил написать вот вроде бы такую легкую книжку рассказы, да, чтобы люди могли, предположим, почитать без устали, взяли, прочитали, там один рассказ отложили, да, вот. Это вот не я дошел к умам, это мне читатели подсказали, да. Скажите, пожалуйста, ваша книга автобиографична? Нет, это не автобиографична, но в каждом рассказе я все равно присутствую под чужим там, под псевдонимом, да, потому что все, что у меня пишется, я пишу все, что было со мной или с теми, кто меня окружает. То есть либо… Ну, вымысла нету, ну, вымысел, может быть, какой там сказано, что там шумит дерево там, но он действительно шумит. Ну, авторский, немножко. Да, вот. Вымысл такого нету, да, вот все правда. Значит, ну, подтолкнули меня к этому две такие серьезные, что ли, два серьезных рассказа. Это писалось давно уже, да, вот. Вот. Один рассказ, то, что вот книга у меня есть «Тонкие нити жизни», там рассказывается про большую и серьезную любовь, которая пересекла мою дорогу, да. И обычно читатели задают вопрос, Иван Амкич, а что же дальше-то? Вот мы прочитали у вас книгу «Любовь эта у вас закончилась», а потом что дальше-то? И вот, значит, я тоже думал-думал, и вот опять-таки получился такой серьезный вопрос такой. Я встретился опять-таки с этой любовью, да, случайной чистой встречей. Встретился в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербург. Вот. И называется, так и называется вот здесь рассказ «Встреча». Это вот как бы продолжение той. И второй рассказ меня пригласили в прошлый год на берег Яева отдохнуть на целый день. Там есть такая деревня Замельничная. Вот. Значит, и вот мы там целый день отдыхали. Конечно, было очень здорово. Виновница этого всего, вот Галина Ивановна, это ее там, Пенатый. Спасибо. Вот. Значит, я там отдыхал у них целый день вместе с ними. И после этого написал тоже рассказ большой. А уж какой, как его судить, это они сами прочитали и сказали, что хороший. Ну, спасибо. Это Замельничная, так и называется. Это так и называется, Замельничная. Последний рассказ. Последний рассказ. Вот. А еще там есть рассказ, значит, про то, как однажды в Усольском районе я проводил литературную встречу. Я много провожу встреч, встречаюсь с читателями. Так и должно быть, потому что я член Союза писателей. Это моя святая обязанность. Однажды была встреча в Усольском районе. И когда все уже закончилось, там, я люблю, когда мне задают вопросы, я всегда на все вопросы отвечаю. Однажды вот встал молодой человек и говорит, Иван Лукич, а правда, что вы в 16 лет ушли из деревни? Вот. Я, значит, встал. Я говорю, конечно, правда. Тут же написано. Я понял, что он прочитал все, что у меня написано. А вот вы обещались вернуться в деревню, а вот вы не вернулись. Я немножко вопрос не так поставлю. Дело в том, что я обещал вернуться в деревню, когда я буду ученым, когда я выучусь, да, и я буду ученым, я тогда вернусь в деревню. А ученый из меня не получился, а крестьянина во мне испортили. То есть деревни вас можно больше не ждать. Да, его, значит, там из задних рядов встала пожилая женщина. Говорит, Иван Лукич, а вы не печальтесь, что из вас не получился ученый, из вас получился писатель. И мы очень рады, когда у нас есть такой свой писатель. Ну что, я поклонился, сказал спасибо. Ага, смотрите, вот такая вот книжка, значит. Недавно была презентация в Центральной городской библиотеке. Я там тоже была, сделала небольшой видеосюжет об этом всем. У меня вопрос дальше к вашим гостям, которые пришли вместе с вами. Вы, наверное, прочитали уже, да? Да, поделитесь впечатлениями. Да, эту книгу я получила, пожалуй, одна из первых. Сразу, можно сказать, большинство рассказов прочитала за день присест. Рассказы мне понравились, и очерки тоже. Еще больше узнала об Иване Лукиче. Рассказы, некоторые рассказы с таким тонким юмором. И когда я их читала, я чувствовала, у меня улыбка не сводит с лицем. Я так поняла, что, во всяком случае, место, в котором одно из рассказов описанных, вам знакомо. Да, за Мельничной, вам знакомо. А может быть, вы и прототипом, или увидели себя в каких-то героинях? Нет, а, упоминаем. Там есть. Конечно. То есть, наверное, вдвойне интересно вдруг увидеть себя в рассказе. Да, конечно, я не раз благодарила Ивана Лукича за это. Действительно вдохновила поездка в эту деревню за Мельничной. Юльский день, очень прекрасный, солнечный. Там, естественно, времени много провели. Я туда полвека, можно сказать, езжу. И я с мужем вообще очень часто там бывала. А сейчас редко там бываю. И поэтому вот за Мельничной, это для меня большая память. А Галина Александровна, Матвея, вы знаете ее, она сделала фотографии. И они как бы являются хорошей иллюстрацией вот к этому очерку за Мельничной. Я знаю. Скажите, пожалуйста, вот у нас еще присутствует здесь Лариса Павловна. Правильно я называю? Лариса Павловна, вы вместе раньше работали с Иваном Лукичом и приходили на вот эту презентацию книги. Что можете сказать вообще? Как вообще вам книга и как вот это все связало вас с литературным клубом? Сейчас ведь туда тоже ходите? Да. Все дело в том, что я прочитала еще только несколько рассказов. Понравился рассказ Наполеон. Очень тонкий юмор там. Вот и советую читать. Еще там есть вот эта книга, название книги, есть рассказ «Зови меня Илья» тоже советую прочитать. Вот там притча о трех братьях. И еще один рассказ мне понравился «Дурак». Это самый первый здесь. И я всегда книгу смотрю, что, во-первых, светлая бумага и шрифт хороший. И читать очень удобно и приятно. А у нас здесь есть еще те, кто пишут тоже очень давно и лауреат всяких различных премий. В частности, вот у нас у вас тоже есть Людмила Алексеевна. Да, она подошла сегодня. Скажите, вот вы, это немножко мы уже, наверное, от книги перейдем вообще к Новому году, скажем так. Какие у вас творческие планы на этот год, вот отходя уже от этой книги? Можно я скажу про нее? Людмила Алексеевна Астафьева, она, во-первых, всю свою жизнь отработала учителем в школе. Учила таких вот, как, ну, пусть не меня, но таких, как я вот, да. Вот, и, значит, и преподавала русский язык и литературу. Это для меня лично это очень серьезный предмет, с которым я уже себя связан. Но самое-то главное, что она лауреат фестиваля уральских поэтов. Она победитель этого фестиваля «Поэты Урала». Вот такой человек он среди нас находится, да? Очень скромная. Очень скромная, да. Про книгу, давайте расскажите про книгу. Как вот на презентации вы были, как вы взаимосвязаны с этой книгой и с Иваном Лукичевым? Расскажите. Я хотела бы два слова тоже замолвить, заботиться. За бедного гусара. В общем, я сколько лет с Иваном Лукичевым, около десяти лет уже, и только три года назад совершенно нечаянно для себя обнаружила, и он помог в этом, что он еще и прозаик. Все время думала, что он только поэт. Его книжки, поэтические сборники, участие в поэтических сборниках. И вдруг вот, последний сборник его поэтический был, так и назывался, «Тонкие нити жизни». Поэтический? Да. Это проза была. Это проза была. А в сборнике «Прикамские дали» было стихотворение с таким же названием. «Тонкие нити». И самое главное в этом стихотворении, эта мысль идет, продолжается и вот в этом сборнике. Это бережное отношение к хрупкой человеческой жизни. Вот это. И самое главное, героям вот этой прозы, маленьких рассказов, небольших, которые уже сами за себя говорят об авторе, уже можно его характеризовать не как поэта-писателя, а как человека можно, могут характеризовать. Это буквально меня поразило. То, что «Тонкие нити жизни» проходят через все маленькие случаи. Автор как бы говорит, даже самые маленькие, незначительные встречи, знакомства, люди, и то имеют большое значение для каждого человека. Учат его чему-то, его ум или душу, но заставляют задумываться. А задумываться в чем? О доброте. И вот эта доброта, потом вдумчивость его, как запереживателя всего, о чем он рассказывает в этом своем сборнике, со слов других передает или сам что-то помнит, а память у него молодая. Так что большое-большое, конечно, приобретение для нас. И еще, вот это добро идет у него как свет души каждого события интересного, каждого интересного человека. Значит, добро, свет и самое большое выливается в чудо все это. А чудо – это в рассказе, как он называется, третий или четвертый рассказ? Жови мне или нет? Нет, на как? Кукуня? Кукуня, вот, вот. Вот в этом рассказе. Если вы читали, то, конечно, наверное, поняли. Доброта, добро и свет – это действительно чудо. Делают чудо с любым человеком. Это такие чувства, наверное, их нельзя увидеть. Ну, нельзя увидеть. Но зато они всегда осязаемы. Ну, недаром же только люди друг друга понимают на расстоянии, на что-то чувствуют, но чувствуют все друг друга, да. Но оказывается, Кукуня, который долго живет на этой делянке, знал даже всех зверей, и медведь пришел именно к нему лечиться. И это тоже, по-моему, не фантазия Ивана Мальчича. Не фантазия. Ведь сколько мы знаем о животных, которые приходят, прилетают, приползают к человеку, к его жилищу. А это медведь пришел. Ну, может быть, он потом приходил, искал его там или чувствовал что-то, да. Может, что-то немножко преувеличено. Но главное – добро, которое почувствовал медведь. Он не пошел никому. А вот эту энергетику доброго, он пришел вот к этому человеку, к этому перекашке. Ну, вот так. Спасибо, Людмила Алексеевна. Приблизительно так. Ну что, мы сейчас будем завершать наш небольшой этот сегмент. Может быть, какое-нибудь короткое трустише, которое вчера звучало у нас к Новому году. И это, скажем так, будет как-то и то. Вот, знаете, вот это самое, я же сказал, что я обещаю вернуться в деревню, а я не вернулся, да. И вот я написал такое стихотворение. Тоскую я о юности далекой, о крае детства в сумрачных лесах, о той любви задорной синеокой, что утопило озеро в глазах. В том краю весенними ночами березы стих читают наизусть, и Русь кондовая забрызгана свечами, а звон пасхальный навевает грусть. Когда-нибудь усталый и забытый, я вернусь в родимые края, и в речке детства памятью умытой скажу тихонько, Родина моя. Тоскую я о юности далекой, она осталась в кержинских лесах, и где-то там за Волгою широкой звезда любви мерцает в небесах. Спасибо. Спасибо вам. Ещё вот я написал такое, четыре строчки, вот отослал такую книжку первой любви, которая у меня была, первая любовь, да, я ей отправил такую книгу, и здесь я ей написал. Тебе, моя юность далёкая, я шлю лучезарный привет, ты помнишь, тихонечко окая, сказала мне ласково, нет. Понятно. Так, давайте ещё чуть-чуть буквально визитку скажем про наше литературное объединение для нашего Вин-Вин делового радио. Скажите, пожалуйста, кто вы, чем вы занимаетесь? Значит, литературное объединение в городе Березеньки нынче летом будет уже 28 лет, как оно работает. Оно было создано 28 лет тому назад, в те тяжёлые, трудные времена, когда был полный развал в нашей стране, да, вот. Тогда, значит, тогда было всё очень трудно. Нужно сказать коротко, где найти литературное объединение? Литературное объединение находится в Доме учителя, вот, каждую среду в 5 часов вечера. Мы собираемся, все, кто пишет рассказы, все, кто пишет стихи, все, кто хотят послушать, приходите, мы будем рады. Субтитры создавал DimaTorzok